Здравствуйте! В эфире «Город Эсс» и Татьяна Дмитриева о победах в сфере образования в конкурсах профессионального мастерства будем говорить сегодня, а также выясним, чем состязания помогают самим участникам, что дают городской системе образования. В нашей студии лучшие из лучших педагогов, как бы это ни скромно не звучало, учитель года 2017, вошедший в пятерку сильнейших педагогов в России, преподаватель математики и информатики, 132-й школы Владимир Пономаренко. Здравствуйте! Финалист всероссийского конкурса «Педагогический дебют» в номинации «Молодые учителя-преподаватель английского языка 41-й школы Николай Казаков». Здравствуйте! И финалист всероссийского конкурса «Директор школы», директор Самарского лицея авиационного профиля номер 135 Сергей Копытин. Здравствуйте! Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, Владимир Николаевич, давайте начнем с вас, так как у вас самая такая, скажем, свежая победа. Скажите, пожалуйста, в одном из интервью вы сказали, что такой конкурс – это большой прыжок в профессию. Вот что он дает, этот конкурс? Здесь, наверное, личное ясное развитие, имелось в виду и профессиональное развитие. На мой взгляд, вот участие в конкурсе вообще позволяет педагогу вырасти, то есть и вместе с собой вести как раз учеников, потому что всегда говорят, вот выигрывая какой-то конкурс, пытаются там позвать, ну, управляясь в административную должность, но при этом как бы забываются про детей. И вот, на мой взгляд, самое главное – это оставаться верным своей профессии и развивать это как раз движение, о котором я говорил. То есть вместе с детьми. Да, если я не ошибаюсь, вы сначала работали преподавателем в институте, в университете, потом пошли в школу. Что же это такая за карьерная лестница наоборот? Ну, наверное, искал поиск самого себя, вот пытался найти, и все-таки, поскольку в пятом классе еще был верен профессии учителя, глядя на своего учителя математики, я пришел как раз работать в школу. Сомневался, долго сомневался, но вот сейчас уже четвертый год работы, и всем довольны. Ну, прекрасно. Николай Александрович, каким был ваш дебют? Вы молодой преподаватель, и как получилось так, что вы уже с небольшим стажем участвовали в конкурсе, в таком серьезном? Вы знаете, первое мое участие в подобном конкурсе, это конкурс фестиваль методических идей, проводимый в Нефтегорске ежегодно, который, собственно, будет происходить через несколько дней опять. Собственно, с этого конкурса у меня и началось, скажем так, желание развиваться по своей профессии, то есть развивать свои навыки учителя. После этого конкурса, где я стал тоже победителем, я попробовал себя на всероссийском конкурсе, это педагогический дебют. Решил начать именно с него, потому что знаю, как масштабно и как интересно он проводится. Собственно, поучаствовал в нем, получил колоссальный опыт, получил огромное удовольствие. А каким был ваш дебют лично, как учителя в школе? Много шишек набили или нет? Или все было хорошо? Так хорошо, что вы поверили в себя, в свое мастерство и пошли на то. Мне кажется, учителя набивают шишки независимо от стажа, возраста. Мне кажется, это можно сделать всегда, в любом возрасте, с любым стажем. К сожалению, в профессии учителя очень такая ответственная работа. И несмотря на это, к сожалению, иногда бывают моменты, которых нам хотелось бы избежать. Но, как говорится, мы работаем с людьми, поэтому в таких коллективах, где тем более дети, иногда что-то бывает. Вот взаимодействие с учениками у вас сразу установилось? Вы знаете, да. Потому что обычно издеваются, да, над молодыми педагогами? Во многом это может быть заслуга нашей школы, что у нас очень хороший и педагогический коллектив, и руководство, и дети, собственно, глядя на нас, кто, кто их обучает, тоже как-то стараются себя адекватно вести, потому что у меня не было конфликтов. Как в Яралаше с Хазановым, да, когда он заходил? Да, если честно, влился в работу я достаточно плавно и безболезненно, и, соответственно, с каждым годом просто нарабатывал определенные навыки. И уже сколько вы в профессии? Четвертый год. Да, звучит, с каждым годом нарабатывали, сколько? Четвертый год. Ну, в любом случае, поздравляем вас с таким дебютом. Спасибо. Сергей Георгиевич, а чем конкурс «Директор школы» отличается от конкурса «Учитель»? Года «Учитель» вообще в школе? Потому что две разные вещи. Цель-то, наверное, одна и та же, в общем-то, найти признание. Отличается многим. В общем-то, что касается учителей, у них, конечно, испытаний намного больше, и многие из них направлены именно на, скажем, знание предмета, знание места своего предмета в учебном плане, зная систему преподавания там разных людей этого предмета. У нас, у директоров, может быть, просто нас не хотят сильно обижать, проверяя наши знания в области, скажем, там, юриспруденции или там каких-то финансовых законов, там, законов о закупках, законов об образовании. Считается, что все это уже есть, так как директор, в общем-то, состоялся, все это уже у него есть. Конкурс в основном направлен на исследование принятия решений управленческих. То есть задаются вопросы, создаются ситуации, из которых ты должен найти выход. Скажете ли вы, скажем, легко или нет, участвовать в этом конкурсе? Наверное, сложно. Если нужно искать выход, то здесь уже должен быть и стратег, и управление, и организация. Ну, скажем, вот вопрос из практики. Предположим, что вы находитесь в условиях полного доверия. Вам доверяются родители, дети, там, пожарный, Роспотребнадзор. Вот что изменится в вашей жизни? Сложный вопрос? Да, вроде бы нет. Сложно ответить на него лучше, чем другие. Вот, собственно, ну, как и в любом конкурсе. Да. Вообще, это конкурс не только городского масштаба, да, вы же участвовали и на региональном, и на федеральном уровне. Вот такой вопрос. Что дает участие в конкурсе самой системе городской? Вот на уровне федерации, когда вы продвигаетесь, вот вы об этом как-то думали, потому что ответственность большая, да? И что меняется потом, если вы на уровне федерации становитесь победителем? Вот с молодого педагога начнем. У вас что-то поменялось после конкурса? Вы знаете, да, поменялось многое. Может быть, в первую очередь поменялось именно отношение к себе и своей работе, потому что, имея уже некий статус, да, статус победителя на одном конкурсе, на другом конкурсе, уже ты несешь намного больше ответственности, чем до этого. Первая ответственность. То есть, да. Потом, также и немножко меняется отношение уже и коллег, детей. Соответственно, они уже, грубо говоря, приходят к определенному учителю, который что-то сделал, чего-то добился. Соответственно, они желают это чувствовать. То есть не просто знать, что учитель где-то на каком-то конкурсе победил, а именно понять, почувствовать, чем же он достоин, занять, допустим, первое место, соответственно, почувствовать это на своих уроках. Именно в этом, может быть, и некая сложность для многих покажется, что нужно быть, скажем так, победителем каждый день на каждом своем уроке. Да, нет, я прекрасно вас понимаю, потому что, конечно, держать нужно планку, чтобы потом не сказать, вот это да, победитель, и какие у него уроки, что это такое, что это был за конкурс, и что это вообще за система. Соответственно, подобные конкурсы для молодых учителей являются огромным стимулятором, после таких конкурсов загораются сердце, загораются глаза. Но в конкурсе «Учитель года» вы уже будете участвовать? Да, планирую. Уже в следующем году? Или подождете немного? Я думаю, начну чем быстрее, тем лучше. Владимир Николаевич, скажите, вот вы, ваши ощущения, потому что вот слышал отзывы о вас, что прекрасный педагог так себя проявил, замечательно, и представил. Наверное, на первых этапах, вот как раз на этапе городского конкурса, областного, я еще сам учился, учился, познавал себя, что я могу, что ожидать вообще от профессии, то есть еще сам какие-то делал робкие шаги в этом направлении, а уже когда вышел на федеральный этап, уже действительно с ней было что рассказать, поделиться своим опытом. А сейчас вот уже, приехав из конкурса, мне кажется, я могу донести широким массам всех учителей, педагогов Самарской области. А вы размещаете свои видеоуроки, вот чтобы знакомились другие? Да, и на сайте Учитель Года России, и на своем личном сайте я выкладываю все уроки, которые вот проводил за это время. А вот интересно, педагогическое сообщество как-то реагирует, есть отзывы, допустим, какие-то? Отзывы, если только в личные сообщения спрашивают, либо делятся. Вот комментарии, вот просмотрел урок, и какое-то профессиональное свое мнение кто-то... Ну, это было, по крайней мере, на конкурсе, вот на самом федеральном, подходили после урока и говорили, ну вот замечательный урок там, но я бы сделал вот так, вот так, вот так. То есть, понятное дело, что сколько людей, столько и мнений. Да, Сергей Георгиевич, в вашей жизни профессиональной что-то поменялось после того, как вы стали победить? Да, на самом деле, даже вот заставить таких замечательных педагогов поучаствовать в конкурсе, это непросто. Потому что это огромные силы, огромные затраты и временные. И для того, чтобы хоть какое-то иметь воздействие на них, вот, в общем-то, одна из причин была, что я стал сам участвовать в конкурсе, для того, чтобы, когда потом я приду и обращусь, нередко мы слышим, а сам-то ты, собственно, можешь, вот чтобы я мог тогда сказать, да, я тоже это делал. Да, вы знаете, какой вот одна из ваших цитат, которая для меня показалась спорной, что вы сказали, что любой учитель, ну, с мелком у доски, я так утрирую, сможет донести информацию без использования даже любых технологий. Вот на сегодняшний день придерживаетесь такого же мнения или у вас что-то изменилось? Вы знаете, даже больше я, наверное, в этом убеждаюсь. По крайней мере, в нашей системе, ну, для того, чтобы даже учитель, например, начал использовать мобильный класс, да, там, 28 ноутбуков. Вот пока он их достанет, пока развернет, потом он их откроет, там начнет Windows обновляться, пройдет 10 минут урока, потом кто-то скажет, а у меня там вирус и еще что-то. Я считаю, что это может применяться все, но для этого как-то что-ли внеурочно. А на уроках вполне себе достаточно мотивации от самого учителя. Все эти технологии уже и дома есть у детей, и YouTube есть, все это можно посмотреть. А вот без учителя, без настоящего наставника, воспитателя навряд ли справишься. А вот Николай Александрович, наверное, с вами не согласится, как молодой педагог, потому что именно он сказал, что нужно учить детей верно использовать гаджеты. Вот здесь нет какого-то такого столкновения. Вы знаете, я и немножко опровергну, и соглашусь с тем, что сказал Сергей Юрьевич до этого. Я именно решил подойти к этому делу следующим образом. Все мы знаем, что дети уже очень привыкли к своим гаджетам, и что постоянно учитель делает на уроке замечания, убери телефон, убери телефон, убери планшет. Это запрещено сегодня в школе, да? Вы знаете, я даже не с этой точки, что запрещено, а с той точки зрения, что это просто отвлекает ученика, что он постоянно куда-то в интернет залазит и так далее. И не обязательно по тематике урока, да? Я сомневаюсь, что по тематике урока. Соответственно, я просто решил немножко пересмотреть подход к этому, и на своих уроках стал сначала элементы этой моей методики применять, а потом иногда и целый урок посвящаю каким-то гаджетам. Это может быть и интерактивная доска, это может быть и отчасти работа со своими личными телефонами, потому что, вы знаете, как есть программа, кто хочет стать миллионером или что-то подобное, и есть опция, например, дается 30 секунд, чтобы в интернете посмотреть ответ на какой-то вопрос. Все это, в общем-то, доступно и применимо в школе на моих уроках. Соответственно, дети используют свои гаджеты и гаджеты школы уже в правильном русле по назначению, и за это, соответственно, получают оценки, а не замечания в дневник. То есть бонусы есть определенные. Владимир Николаевич, вы занимаетесь формированием инженерного сознания. Мышления. Мышления. Но это для школьника звучит, мне кажется, очень так круто. Ну, самое главное для учеников, наверное, донести, что все мы формируем окружающую нас действительность, и даже сочинив какое-то стихотворение, мы уже сформировали. Инженерное мышление? Конечно. Конечно, мы изменяем. С стихотворением, но это же абсолютно... Конечно. Лирики и физики, это же разные люди. Нет, а почему всегда думают сразу о физиках? И когда только возникает слово инженер, это тот, кто сразу создает какие-то технические устройства. То есть это мысленное структурирование идет? Конечно, да. То есть здесь самое главное, чему мы учим. Мы ориентируем наших учеников на выбор профессии, это первая очередь. То есть, а если, допустим, работаем в физико-математических классах, то направлено на вузы нашей Самарской области, да, то есть ориентируем. И на мой взгляд, вот как раз формирование некого инженерного мышления, вот как раз оно способствует сразу выбору профессии осознанного, самого главного. Вы считаете, что это самое главное и важное, определиться с выбором профессии для еще школьника? Конечно. Сейчас на сайте есть сайт, Сколковский, где в ближайшее будущее, до 2030 года, появится новых 100 профессий. И учеников нужно знакомить. То есть, а какая будет профессия актуальна через некоторое время? Какие вы идете? А это входит в воспитательную функцию педагога, да? Конечно, конечно. Потому что какое-то время назад школа так от воспитательной функции немножко открестилась, да? Ну, сначала образование, обучение, а потом уже вот воспитание. Мне кажется, обучение, воспитание, развитие – вот три единые цели, да, наши. Ой, как хорошо звучит так. Это три единые цели. Действительно прекрасно. Никогда не нужно ни от чего отказываться. Тем более, это главное в жизни, да, наверное. Чтобы определиться. Сергей Юрьевич, вы как считаете, чтобы быть директором педагогического коллектива? Ведь педагогический коллектив – это что-то такое… Педагогический класс, тяжелая наука. Да, это такое… Ну да, это очень сложно, наверное, да? Вы для себя какие принципы в работе уже используете, выработали? И, может быть, какие-то недостатки уже о них знаете и исправляете уже в ходе работы? Вы знаете, действительно, педагогический коллектив – это не коллектив рабочих, это не коллектив даже какой-то там лаборатории исследовательский. Это яркие представители креативного класса. Они разделяют определенную систему ценностей. И здесь нельзя управлять с точки зрения начальника-починенной, только партнерские отношения исключительно. При этом необходимо занимать лидерскую позицию. А что значит лидерская позиция? Это значит, что тебя уважают, тебя ценят, за тобой идут. Люди легко идут за успешными людьми. Они готовы им верить и доверять, и даже сделать что-то там именно на основе мотивационных каких-то факторов, не стимулирующих, я не имею в виду, там, не денежных выплат. Здесь применяются определенные формы власти, скажем, в отличие от стандартных форм, там, как принуждение или поощрение. Это звучит пугающе так. А, это ничего страшного. Вы сказали, с одной стороны, нужно быть партнерами, а… Они иные формы власти. Вот я сейчас, когда вам скажу, будет понятнее. Скажем, власть эталонная. Что такое эталонная власть? Это когда ты представляешь для них некий образ. Ты сделал что-то великое, открыл что-то там. Или вот, скажем, в конкурсе поучаствовал, не самое плохое место, не самое последнее место занял. Это власть, скажем, референтная, когда ты являешься носителем какого-то особого знания, скажем. Ну, в основном, это когда ты, что касается, например, дирекции, более информирован, да, ты можешь принимать какие-то решения, не исходя из ситуации, которая только внутри, но и, скажем, как политической обстановки, скажем, в городе, в стране и в области. Вот такой человек, он способен вести с собой представителей креативного класса, коими являются учителя. Да. Ну, вот детей обычно воспитывают на примере. Вот лучшее воспитание, пример родителей. А вот такой аналогии можно провести с преподавателями, что директор лучше? Конечно, конечно. Я вообще очень, немножечко мне даже жаль, что ли, директоров. Не то, что жаль, а, наверное, у них не самая удобная ситуация, если, скажем, они не ведут, не вели никогда уроки. Ну, есть такие у нас. То есть они хорошие менеджеры, грамотные, у них успешные школы. Но я не знаю, какие они используют методы для того, чтобы, скажем, придя на урок молодому учителю, что-то ему посоветовать. А это очень важно, потому что если ты не будешь контролировать вот молодых, скажем, специалистов или вновь принятых, там, если ты не будешь давать советы, то даже не то, что советы, если ты не покажешь, что ты разбираешься, ну, в таком случае тебе скажут, так у меня тогда отличный урок был. Да, да, да. Независимо от вашего мнения и вообще от оценки окружающих. Он был отличный, ничего, что никто ничего не понял. Ну, правила я какие-то, да, саблю. Я предлагаю окунуться вот в эту атмосферу конкурсов, вспомнить немножко. Героем следующего сюжета станут Владимир Николаевич и Николай Александрович. Давайте его посмотрим и продолжим разговор. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Учителем года Самарской области стал преподаватель математики и информатики 132-й школы. Педагогический стаж Владимира Пономаренко – 3 года. Победитель считает, что в век IT-технологий важно сформировать у детей инженерное мышление. Поэтому на его уроках ученики занимаются расчетами для современных роботов и показывают отличные результаты. Я очень рад и горж, что победил в конкурсе. Учитель года. Когда я 3 года назад пришел в школу, у меня возникал один вопрос. Смогу или не смогу? Вот сейчас я уже точно могу сказать. Я могу. В этом году заявки на конкурс подали 800 учителей со всей области. Жюри оценивало не только профессионализм, но и новые подходы в обучении подрастающего поколения. Самарская область за последние несколько лет сделала настоящий прорыв в сфере образования. В 4,5 раза выросло количество детей, участвующих в школьных олимпиадах различного уровня. В два раза число завоеванных медалей. Учителя, которые подготовили победителей предметных олимпиад, получают прибавку к зарплате от 15 до 99 тысяч рублей в месяц. В этом году на счету самарских педагогов еще одна значимая победа. Учитель английского языка 41-й самарской школы Николай Казаков одержал уверенную победу во всероссийском конкурсе «Педагогический дебют-2017». Как отмечает статистика, в 2016 году количество молодых педагогов впервые в нашей истории догнало количество педагогов пенсионного возраста. И все это благодаря вам, благодаря поддержке нашей власти. По традиции лучший учитель года помимо диплома и денежной премии получил в подарок машину. Владимир Николаевич, как вы такому подарку машине? Были рады? Вы водите ее? Я не вожу машину. Ну вот. Пока нет. Пока нет, ну, наверное, будете, да? Это тоже такой стимул, такой подарок большой. Важно ли оставаться с учениками на одном, ну, стараться быть с ним на одном уровне, или все-таки нужно всегда быть выше? Вот вы для себя, как молодой учитель, какой сделали принцип в общении, в взаимодействии с учениками? Ну, как я и сказал до этого, мне, к счастью, повезло с учениками разных возрастов. Я считаю, что учитель всегда должен быть немножко, но дистанцирован от своих учеников. Не совсем, не должна быть каменная стена между ними, но все равно должно быть разделение между учителем и учениками. Я, конечно, достаточно часто бывал за границей, именно наблюдал, как ведут уроки, например, в английских школах, в американских школах. Там, конечно, допускается, и, в принципе, у них в основном система построена на таком понебратстве между учителем и учениками, где они, абсолютные друзья, сидят на партах, поют. Мы в фильмах это часто видим. В принципе, все так, как в фильмах и происходит. Я считаю, что в нашей стране все немножко по-другому. Все-таки мы ближе к Востоку, чем Америка. Ну, с другой школы, и вообще, да, вот сама вот эта советская система. Я считаю, что если допустить момент дружбы на уроках, то можно потерять класс для себя, в принципе, навсегда. Потому что дети замечательные психологи, и, поняв что-то однажды, сделав какой-то вывод однажды, они уже вряд ли его поменяют. То есть это не должно потом как-то резко меняться, навязываться, что сначала учитель был один, потом внезапно во вторник он пришел абсолютно, скажем, с другим подходом. Это уже не сработает. Владимир Николаевич, какие советы вы можете дать ученикам для того, чтобы их обучение было эффективным? Потому что время меняется, да, и ситуация меняется. Раньше, если это было одно, какие-то вот советы давались, как обучаться правильно, эффективно? Ну, по поводу эффективности, наверное, здесь ее сложно как-то измерить. Все-таки результативность, наверное, да? То есть мы говорим о результативности, но, наверное, в первую очередь, это слушать все то, что говорят на уроке, самое главное. Выполнять то, что просят учителя, выполнять дома, а также под руководством родителей, выполнять домашние задания. Это самое главное. Мы не так много хотим. Мы хотим лишь только, чтобы они умели выполнять. Потому что задание для того, чтобы была полномерная работа по достижению определенной цели. То есть это же в детстве все закладывается, насколько успешными они станут в будущем. Да, главное все-таки вот персона, это учитель, да, слушать. Да. А если учитель, ну, неквалифицированный, так скажем. Я думаю, таких мало учителей, потому что учителя обычно, ну, в эту профессию приходят те, кто считает себя настоящим учителем. Не просто это внутреннее призвание, да, то есть вот пришел, вот как и я, да, я пришел работать в школу не потому, что, ну, захотелось, а потому что вот я вижу себя именно в школе, ну, пока на данном этапе. Да, Сергей Юрьевич, а как вы мотивируете преподавателей, вот чтобы они держали планку, сами развивались, повышали свое мастерство? Вот в этом отношении как-то есть сегодня какая-то система мотивации? Ну, система, конечно же, есть. Мало того, законом предусмотрено наличие стимулирующего фонда в образовательной организации, который позволяет на основании определенных критериев достаточно четко дифференцировать заработную плату. И в учреждении она может гулять вот там, ну, в два раза может отличаться там за одно и то же количество часов. Это уже стимул для того, чтобы работать хорошо. А какие критерии там? Там критерии успешности детей, отсутствие обоснованных жалоб, достижения на Олимпиадах, достижения на различных конкурсных испытаниях, там, ЕГЭ, ОГЭ и так далее. И, безусловно, когда, скажем, человек смотрит на своего коллегу и видит разницу, в общем-то, ну, что тут скрывать? Хорошая зарплата, хорошее настроение, да, приятные внешние виды и так далее, и так далее. И когда он видит эту разницу, конечно, он говорит, а почему, собственно, я этим не занимаюсь? Ну, конечно, для этого методические службы существуют, которые помогут, подскажут, если, конечно, не безнадежный. Такие тоже, к сожалению, есть. Да. А вот если вернуться к конкурсу, хотелось бы услышать, в чем ваша фишка была профессиональная, такая образовательная? Вот почему вы стали лучшими? Вот на ваш взгляд. Вы же потом анализировали и смотрели на других участников. Вы знаете, когда я был, например, на всероссийском конкурсе «Педагогический дебют», я нисколько не нервничал перед конкурсными испытаниями, потому что было очень интересно. Да, это удивительно, но я не нервничал, потому что было очень интересно. Я приходил туда посмотреть, как будто посмотреть кино, шоу. То есть настолько уроки были яркие, видимо, попали туда в финал достойные учителя. И каждый урок, который я смотрел лично, мне очень нравился. И до конца, до самого награждения я предположить не мог, кто из них окажется победителем, потому что, по моему мнению, каждый из участников был уникален. И когда кто-то показывал свой урок, в завершении этого урока я думал, он будет победителем. Потом выходил следующий, я думал, что он будет победителем. И, собственно, все были победителями, абсолютно все равные и замечательные учителя. Каждый со своей фишкой, каждый очень азартен в положительном значении этого слова. У всех этот блеск в глазах, это искра, которая сверкает учительская, это просто замечательное зрелище. Именно поэтому не было чувства волнения, было очень интересно посмотреть, как это вообще все работает, потому что с таким я столкнулся впервые. Вот удивительно сегодня, что собрались три педагога, три мужчины. Говорят, что в школе очень мало преподавателей, мужчин. А вот на конкурсах все равно большая составляющая, конечно, женщина, да? Большая, да. Ну, вот как-то с ними состязаться. Но мужчин стало больше, я смотрю, и в принципе в образовании, и на конкурсах. Особенно, скажем так, молодого, ну, мужчин молодого возраста. А что вот привлекает, это лично вас что привлекло в школе? Женщины, разумеется. Женщины, галитин. Вы знаете, профессию учителя я выбрал, собственно, выбрал, потому что, наверное, всю жизнь к этому и шел, не осознавая этого. То есть, когда я поступил на филологический факультет госуниверситета, потому что изучал языки всю свою жизнь. И, собственно, выбрал... Ну, пошли бы в переводчики. Вы знаете, скучно работать переводчиком, особенно если письменный переводчик. Я попробовал, я проработал некоторое время. А, но все-таки попытки были, да? Да, это не была работа, это было что-то вроде подработки. Но я посчитал, что письменным переводчиком всегда все успеют поработать. Именно, не знаю, у меня такой характер, что я предпочитаю общаться с людьми. Да, ну просто вот не сталкивается с таким мнением, что, ой, ну в школе, ну как это, мужчина в школе. Уже вот это уходит... Вы знаете, мне кажется, да, уходит этот стереотип, если такой был. Хорошо, это замечательно. Что трудовик и физрубка, учителя и все. ГТО, я вспомнила. Я думаю, это немножко... Спасибо. У нас просто не так много времени остается. Владимир Николаевич, что было самым сложным? Какое задание, испытание, как, по-моему, так у вас называется, да? Какое было сложное? Самое сложное испытание – это всегда урок. Потому что не знаешь, как отзовутся дети, среагируют. А дети совершенно незнакомые, да? Незнакомые, да. То есть приводят, пишешь заявку, 11 класс, приводят тебя детей, ты с ними даже не успеваешь познакомиться, буквально есть минута на то, чтобы пообщаться, и начинаешь урок. То есть не знаешь ни уровень детей, но ты, самое главное, должен их научить чему-то. У вас это успешно закончилось. Что вам помогло? Вот почему? Все отреагировали? Наверное, проработанность урока. То есть каждая мелочь была проработана. То есть все равно мастерство и опыт. Сергей Юрьевич, у вас, что вот вы запомнили с вашего конкурса, какая-то такая фишка, вот ваша личная? Ну, сейчас уже эмоции исключительно положительные. Да, представляю. Все равно нервничка. Хоть у нас Николай Александрович не нервничает, но понятно, что... Не, нервы, конечно, безусловно. Тем более руководитель приехал тоже поддержать на финальное испытание, конечно, переживал. Вы знаете, детские вопросы мне показались наиболее сложными, поскольку дети, по-моему, не понимали, кого спрашивают, зачем и что хотят услышать. Вот один из вопросов, например, был, если бы национальной валютой было счастье, где бы вы работали? Удивительно. Вот, да, этот вопрос задают, все уже сидят и услышат, а ты заходишь в зал, и тебя вот огорошивают этим вопросом. А ты на сцене, кругом вот эти люди, зрители, жюри, и ты начинаешь, собственно, вот объяснять. Ну, вот, интересно, связь здесь с директором, да, вот сразу и не уловишь. Ну, это, скажем так, из разряда вопросов шоу, то есть, чтобы людям было интересно тоже послушать. Тут некропотливая там работа, и такие тоже были, там надо было описать, там будешь методику использовать, не будешь. Ну, а это так вот, тоже зрелищно. Ну, это все равно, да, разносторонность личности все равно оценивается. Да, конечно, конечно, да. Ну, что ж, спасибо вам большое за то, что вы делаете, за то, что вы наш городской уровень образования поднимаете, на федеральной, и вот скажите, над чем вы сегодня работаете больше всего? Что занимает вашу мыслительную, инженерную? Здесь, вот коротко очень. Ну, я методическую копилку сейчас сразу хочу разработать, то есть, чтобы создать некие сборные задачи. Методическая копилка у вас? Я сейчас готовлюсь к конкурсу «Учитель года». Так, и Сергей Юрьевич? Ну, а у меня, понимаете, у нас в Самаре очень четко работают ассоциации, и меня в коллективе называют иногда «ЛАП», «ЛАПа-135-й», еще так же. Я на это не обижаюсь, поэтому, естественно, моя задача – это развивать свое учреждение, нет пределов никогда. Спасибо большое еще раз за участие в программе, спасибо вам за внимание, всего хорошего, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»!